Приветствую вас на моем канале. Всем привет! С возвращением! Добро пожаловать! И первое, что хочу сказать, я запускаю акцию на свои бесплатные расклады. Акция будет длиться ровно неделю до следующего воскресенья, то есть до 7 ноября включительно. Акция будет длиться до 7 ноября включительно. Смотрите, в прошлый раз с несколькими девушками я так и не смогла связаться. Хотя они мне несколько раз оставляли свои запросы, но ни на Viber, ни на WhatsApp я не смогла их найти. Я бегала по Viber, по WhatsApp, отправляла запросы. То ли они не подключены к Viber и WhatsApp, либо это произошло какой-то сбой в системе. Я не знаю причину, почему я не смогла их найти, но в итоге мы так с ними и не связались. Хотя они мне несколько раз в комментариях оставляли свои запросы под видео, оставляли вопросы и номер телефона, но я не смогла их найти. Поэтому в этот раз мы поступим следующим образом. На моем канале есть информация. Мой номер телефона, он подключен и к Viber, и к WhatsApp. То есть кто хочет участвовать в акции, переходите по этому номеру телефона, переходите на Viber или WhatsApp. Пишите акции, свой вопрос, и будем с вами работать. Некоторые девушки, кто хотел, вот таким образом ко мне обращались. Сами находили мой номер телефона, но здесь не составляет никакой сложности, поскольку он находится на канале. Вся информация обо мне на моем канале. Вот, сами переходите по номеру телефона на Viber, либо WhatsApp и оставляете свои запросы. Указываете бесплатная акция. Вот, это что по поводу акции. А сегодня у нас будет такой расклад. Одна девушка попросила меня сделать расклад на тему. Сейчас зачитаю. Остановится ли он? Как его накажут высшие силы за столько разбитых сердец? Поймет ли он, что это ему идет наказание за его треугольники? Ну что ж, давайте попробуем сделать расклад на эту тему. Посмотрим, что скажут. Что скажут об этом мужчине? Остановится ли он? Будет ли ему какое-то наказание? Поймет ли он, что за что это ему все? Осознает ли он? Придет к нему какое-то осознание? Да, давайте сначала об этом мужчине вкратце, что о нем расскажут в общем и целом. Мужчина сам по себе скандалист. Любит стоять на своем, доказывать какую-то свою точку зрения. Любит отстаивать как-то свою позицию. Не важно, он прав или не прав, но для него это принципиально важно. Дело принципа. Доказать свое, настоять на своем. Просто, как говорится, человека хлебом не корми, только дай поспорить, что-то кому-то доказать, что он только прав и все. Есть только два мнения. Одно мое верное и остальное неверное. Или как там говорят. Человек сам по себе, знаете, ловелас. Любит он романтические какие-то встречи, свиданки при луне. Да, чтобы приятные разговоры. Вот такое все, знаете, связано с какими-то... Ну вот приятная встреча романтическая. Когда встретились, выпили, поговорили. Обнимашки, целовашки. Ну все в этом роде. Вот. Романтик сам по себе, по натуре, по жизни. Так, вот вышла девушка, которая сейчас на расстоянии от него. Вот. Говорит, то ли они сейчас поссорились, и, собственно, из-за этого она и на расстоянии. Так, либо у них такие отношения, что периодически они ругаются, она уходит, потом мирятся. Вот как-то так это периодически происходит. Либо у кого-то действительно уже, ну вот на данный момент, кто смотрит, и у кого проигрывается такой вариант, уже поругались, поссорились, да, и вы как-то с ним сейчас не общаетесь. Говорит, что хочет встретиться с ней. Прямо вот приехать со своими этими чувствами, рассказать, как я люблю тебя. И все в этом роде. Так, мужчина, возможно, женат. Смотрите, ну тут на него, конечно, карты выходят. Достала три карты и все старшие арканы, три старших аркана. Ну, мощнейший, конечно, энергетика от него идет мощнейшая, харизма, так и прет, да. Вот он добивается всего, что он хочет. Он добивается всех, кого хочет. Вот я захотел, все, она будет моя, да. Либо я это захотел, это будет мое. Пришел, увидел, победил. Ну, конечно, такой мужчина. Просто, знаете, вот всех наповал, могу сказать. Вот всех наповал покоряет. Вот действительно такой вот пришел, увидел, победил. Уверенный в себе, харизматичный, красивый, сексуальный. Он знает это все о себе и он этим успешно пользуется. Умеет также манипулировать людьми, манипулировать женщинами, да, манипулировать любой ситуацией. Выйдет он из любой ситуации победителем. Как бы там ни складывалось, все равно он добьется того, что будет так, как он хочет. Да, вот он такой, знаете, вот он любит, где бы он ни появлялся, чтобы все огни горели на него, все софиты, скажем так, да. Да, что все внимание, все окружающие направляют свои взоры на него. И вот он в этом всем окупается. Вот я пришел и зацените меня. Вот как-то так. Опять же, любит поучать, да, любит, ему нравится, когда к нему обращаются, за советами. Как-то вот он себя видит, знаете, каким-то вот учителем, что то ли он, знаете, обладает каким-то опытом по жизни, то ли он говорит, позиционирует себя так, что он знающий в каком-то деле, да, в какой-то сфере. И что он имеет все полномочия как-то вот давать советы какие-то, указывать. Даже если это и не так, все равно ему нравится это делать. Он, видимо, тут так и поступает, да, вот указывает, раздает советы налево и направо, потому что он считает, что он знает лучше. Да, ну и, собственно, да, тут как будто бы к нему обращаются. Либо просто говорят о том, что ему нравится вот так вот себя вести, раздавать советы налево и направо, поучать, кого-то обучать. Как будто, вы знаете, он человек знающий. Уже познал эту жизнь, да, познал законы этой вселенной. Вот. Как вариант, возможно, женат. Так, так вот, давайте по вопросам пройдемся. Так, в принципе, вкратце рассказали о нем, да, по поводу любовных треугольников. Ну, вот, собственно, да, тут и вышло, что он женат и какая-то девушка на расстоянии. Так вот, что его ожидает за его вот это поведение, да, за его эти треугольники? Что его ожидают? Накажут ли его высшие силы? Ну, здесь, да, придет какое-то, знаете, вот как конец этому, точка будет как бы поставлена, чтобы человек перестал себя вот чувствовать настолько уверенным, да, настолько вот самоуверенным, что что хочу, то и ворочу, да, тут как будто бы вот будет точка в этом всем поставлена. Ну, тут, да, вот и, собственно, высшие силы и вмешиваются. Так, ну, тут здесь вот рассказывают историю, рассказывали о его поведении, что он еще делал, что вот он много брал, много получал от других, да. Был какой-то человек медлительный, то ли, знаете, как водил за нос, давал вот ожидания, давал ожидания, но и не исполнял их, как-то заставлял ожидать. Карта вышла самая медленная. Да, такой вот, что бла-бла-бла, она обещает, но не делает. Так, что бла-бла-бла, она обещает, но не делает. Такой вот, ну, как я изначально сказала, для него только, знаете, важно вот встретиться, поговорить, внимание уделить как-то. Приятные встречи, такое вот, все, знаете, на легкости, на расслабоне, как-то свое получить и все. Да, вот он как-то любовь забирал, да, внимание. А тут видно, что женщины его одаривали и вниманием, и любовью, да, вот, заботой какой-то. Возможно, даже кто-то и деньги давал, какие-то подарки этому мужчине дарил, что мужчина только брал. И он уехал, уехал, то ли, знаете, вернулся вот к своей семье. Говорят, что вернулся к законной семье. Ну, то есть, смотрите, вот, если это были любовные треугольники, да, вот с одной девушкой, вот, да, были встречи. Он наобещает, да, вот, приятные встречи, наговорит ей там на ушко, и все. И он возвращался в свою семью. Либо уходил к другой. Но здесь однозначно мужчина показывает, что уходил. Уходил к другой, в свою законную семью, к другим берегам уплывал. Там даже дети есть. Вот, и все. Удача от него отворачивается. Конец этому приходит. Придет, да, конец. Причем у него пойдут какие-то очень серьезные разрушения по жизни. Тут и болеть кто-то станет. Операции вот даже возможны. Но что-то, знаете, вот, действительно, для него будет как кара небесная, как человеку, как что-то, вот, придет какое-то осознание. Потому что вот вышла эта карта, башня, ей предшествует аркан дьявол. То есть, понимаете, да, все отношения, которые по дьяволу, это отношения там, где есть и манипуляции, и измены, обманы, какие-то предательства. Человек и на выпивке как-то привязан к выпивке, к разным вот таким пристрастиям. Вот, и когда человек, ну, если человек сам себя осознанно в руки не берет, не выходит из этого, да, не прекращает с этими изменами, с этими треугольниками. Если человек продолжает вот в этом жить, да, во вранье, в каких-то изменах, то здесь уже действительно вот включаются высшие силы. А здесь одна из карт вот есть, да, которая одной из значений — это высшие силы уже включаются. И человеку наступает вот эта вот самая башня, когда идет разруха просто по всем фронтам, по здоровью, по работе, по деньгам. Да, чтобы вот как-то человека... Ну, потому что когда все хорошо, ну, мы же все люди, люди склонны к этому, да, когда у нас все хорошо, мы ни о чем никогда не задумываемся, да. Мы всегда думаем, что мы, ну, раз все хорошо, значит, я все правильно делаю. Так же, раз все хорошо у меня, значит, я правильно поступаю по жизни. Ну, вот такая у нас человеческая натура, да. То есть до нас что-то начинает доходить, когда вот получаем эти уроки, да, когда уже идет какие-то разрушения, болезни, проблемы и по деньгам, и по работе. Тогда уже человек начинает задумываться, да, а за что это мне, а почему это. Вот, собственно, у него так и произойдет эта башня. Аплодисменты. Продолжение следует...